Не так давно в сквере имени Кривохижина, расположенного на пересечении улиц Орджоникидзе и проспекта энтузиастов, появился вот такой вот необычный объект искусства. Как вы считаете, что это за скульптура? Я понятия не имею, вот мне совсем непонятно. Нет, не знаю. Это фонтан, потому что вчера это не было закрыто, и там наверху вот рыбки какие-то, изо рта рыбок торчали шланги. В чем прикол фонтана? Фонтан должен как-то, наверное, создавать прохладу, а вот эти струйки воды на 30 сантиметров вниз, я не думаю, что это какая-то прохлада будет. Во-первых, сделали какой-то маленький, он был бы большой, там бы дети хоть купались, плескались. А это сделали как мыльницу. Если подойти поближе, мы увидим две головы человека, расположенных лицом друг к другу. Кроме того, на скульптуре имеется текст, содержащий в себе факты о нашем городе, точнее о заводском районе. Ну, в данный момент скульптура находится в пакетах, по той причине, что официальное открытие этого фонтана, как отмечает администрация города, будет лишь в сентябре, то есть на день города. Ну, вообще, на этом месте у нас регулярно что-нибудь делают, будем ждать следующий памятник, потому что у нас до этого там была красивая клумба, потом у нас был там фонтан с бассейном, оставалось только рыбок запустить золотых. Теперь вот новшество еще, у нас две головы теперь будет. Скажите, а что вам напоминает это сооружение? Что-то греческое, что ли, вообще непонятно. Античное что-то, по-моему, не знаю. Что-то из Афин, афинское что-то. Уратонды вот это сооружение, которое обвешивается лентами и называется очень неприглядно к народу. Не буду говорить. Ну, вообще-то там две головы, насколько я поняла. Причем пропорции явно нарушены, так как нижняя часть головы выдается губой вперед. Оно. Больше ничего не могу сказать. А вам нравится вообще? Честно, нет. Ну, просто безвкусно, я не знаю, как объяснить, просто безвкусно. Хороший, один из немногих таких хороших, удобных, уютных парков. Хорошо, что его украсили, облагородили. Название фонтана на сегодняшний день остается неизвестным. И, соответственно, о том, что символизирует это строение, остается лишь догадываться. Две головы друг к другу повернуты. Может, что-то о взаимопонимании человеческом, как-то вот так вот. Ну, что-то такое. Любовь, они уж больно похожи, девушка друг на друг. Больно похожи друг на друга и лица вот этого памятника, именуемого как памятник влюбленным, установленного на Саратовской набережной. Что вы видите, опишите? Два лица вижу на друг друга смотрящие. Может, два мужчины, может, две женщины. А может, слева мужчина, а справа женщина. И распоняется. Ну, лица-то видно. Я даже не отличу то ли мужчину с женщиной, то ли мужчину. Не буду брать. Ну, я вижу два человека. А кто женщина, кто мужчина здесь? Наверное, там нет ни женщины, ни мужчины. Это, наверное, среднего рода какие-то люди. Потому что здесь же не поймешь. Но, по сути, там два мужика должно быть, и все. Скажите, пожалуйста, а где мужчина, а где женщина здесь? Мне кажется, слева мужчина, а справа женщина. Вот если смотреть, как я смотрю. А почему вы так считаете? Женщина волос побольше. И мне кажется, что все-таки выражение лица у мужчины более мужественное. Вот я, во всяком случае, так и вижу. Некоторым саратовцам, в частности женщинам, все-таки удалось найти гендерные признаки этих двух лиц. Но, к сожалению, названные ими признаки не являются столь явными. Получается, что каждый из нас видит то, что хочет видеть. Юрий Анистеренко, Матвей Фряжников, Открытый канал.